Праздник Богоявленского собора Потому что это кафедральный, соборный, храмовый праздник Потому что наша церковь, обретшая во времени образования Самой северной епархии Русской Православной Церкви Статус кафедрального храма, соборного Это Богоявление или Крещение Господне Когда мы воспоминаем то событие, которое запечатлено в Евангелии Христос крестился в водах Иордана Это обновление всего естества человеческого Если внимательно слушать молитвы, которые совершаются во время освящения великого вод Мы поймем, что оно означает Оно означает обновление всего тварного естества И почему Христос вошел в воды Иорданские Потому что уникальным, удивительным веществом, средой для поддержания жизни Животворным является вода Вот эту стихию водную Бог освящает И это происходит удивительным образом во вселенском масштабе Это фиксирует и отмечает наука Не зная, естественно, до конца Что происходит Потому что она не оперирует И не может, так сказать, материалистически измерить благодать Меры этого силы божественной Не имеет наука Избравшая своим инструментарием Вещественные характеристики тварных стихий Но, тем не менее, ученые фиксируют Это изменение мироздания В важнейшей стихии, которая сопряжена с жизнью В водной стихии И поэтому Церковь установила и в воспоминании этого праздника И в утверждении благости Божией Наитие этой сугубой благодати Торжественный праздник Богоявления Когда совершается великое освящение воды В храме, в канун Богоявления В крещенский сочельник А в самый день уже праздника В самый день крещения Крестным ходом духовенства Вместе с мирянами идут на Иордань Чтобы осветить, совершить это великое освящение Водных стихий На озера, на реки На водные источники Как сказано в уставе православной церкви Конечно же, нужно себя готовить к этому Но нужно готовить и к любой встрече с Богом Когда человек идет в храм Он внутренне, конечно, сверяет свою жизнь Мирилом совести Конечно, это важнейшее условие Для православного христианина Все очень просто Потому что сам ритм жизни Церковной, духовной Его молитвы Утренние, вечерние, Евангелие Его жизнь по заповедням Господним Безусловно, является непрестанным процессом Духовного общения Молитвенного общения с Богом И этот праздник, появление, естественно, в ряду В ритме этой христианской жизни Занимает свое положенное место Другое дело, если человек не живет этой жизнью Он стремится приобщиться И слава Богу, что это так Но только это нужно делать с чувством благоговения Поэтому, когда Иногда видишь людей Приходящих К крещенской купели Состоянием немолитвенным Понимаешь, что Человек не подготовился внутренне Или Эта радость От праздника Она превзошла Нужную меру И Только состояние его души Да и тела Несколько Несообразно Праздничному Молитвенному Моменту Когда мы Почерпаем воду Берем воду Как Вместилище Нетварной благодати Ну, точно так же Я могу сказать И О встрече Нового года Гражданского Это идет пост Рождество еще не наступило Мы еще Живем Во времени Означенном Этой формулой Такой это год От Рождества Христова А разрешающие себе Празднование Нового года До Рождества Христова По сути дела За этим стоят Очень простые вещи Которые Означены апостолом Жизнь по стихии мира Чтобы Человек просто Внутренне хочет Упразднить для себя пост Поесть после полуночи Выпить шампанского Ну, это В общем-то Очень хорошо Тоже Отражает Слово апостола Царство Божье Не я степить ее Это мы все Очень хорошо Понимаем На примере Собственного Опыта И примерах Того, что Знаем по жизни Когда человек Вожделевает Чего-то Неправильного Он достигает Пусть этого А удовлетворение Счастья это не приносит В данном случае Конечно же И к крещению И к любому празднику И к любому Приходу в храм Нужно готовиться А это очень просто Наша совесть Должна быть чиста И мы должны быть Довески Богу А это доставляется Молитвой Духовным настроем И конечно же Жизнью По заповеди По заповедям И церковного устава И заповедям Самое главное Христианского бытия Которые Не многие Но они Всеобъемлющие И охватывают Всю нашу жизнь И внутреннюю Сокровенную Где мерилом Сложат совесть И семейную Бытие Малой церкви Где человек Не живет для себя И общественную Естественно Где должна торжествовать Правда И справедливость И любовь к ближней Вот так нужно И готовить себя Тогда мы ощутим Этот праздник В своем сердце И эту радость У нас никто не отнимет Редактор субтитров А.Семкин